Всем привет! Не так давно я встретил накопитель AMD Radeon R5 Series. Прям как название видеокарт от AMD. И я очень сильно удивился, неужели AMD стали производить накопитель? Так еще и по той же моделью, что и видеокарты. Ну и конечно же я решил его приобрести. Цена бартера этого чуда на рубли получается 1500. Ну а позже, собрав информацию про этот накопитель, я решил выкинуть его нафиг. И не снимать на него обзор вовсе. Да потому что AMD никогда не занимались производством накопителей. Да ладно, ладно, шучу. Все равно предлагаю познакомиться с этим плагиатом, который использует чужой логотип и марку. Если кто-то не знал, AMD производит вычислительные процессоры, а также графические процессоры для видеокарт. И естественно SSD они никогда не производили. Давайте перейдем к обзору и посмотрим на сие творение человечества. И первое на что мы обратим внимание, это дизайн и форм-фактор. Накопитель имеет ширину 7 мм и форм-фактор 2,5 дюйма. В принципе это стандартные показатели для твердотельных накопителей. Что касается дизайна, накопитель выполнен в темных тонах. Содержимое накопителя помещено в пластиковый корпус. На корпус нанесена наклейка, дизайн которой выполнен в стиле минимализма. Ну и также нанесен логотип AMD Radeon. В целом вид накопителя смотрится достаточно привлекательно. Следующая часть обзора принадлежит техническим характеристикам. Как вы уже наверняка поняли, объем данного накопителя 120 гигабайт. В свою очередь на диске будет доступно 111 для использования, остальное займет с LC кэш. Тип памяти у данного SSD 3D TLC NAND Flash. Используемый контроллер здесь Silicon Motion SM2258. Как и во многих других накопителях в этой ценовой категории. Интерфейс SSD SATA 3 под лозунгом 3 пока не протрешь. Ну вы поняли шутку, ха-ха. Скорость чтения до 530 мегабайт в секунду, а скорость записи до 330 мегабайт в секунду. Это заявленные скорости от производителя. Трим режим поддерживается. Фирменного ПО для этого накопителя не существует. На упаковке указано 3 года гарантийной службы данного SSD. Но проверить эту информацию из официальных источников информации мы не можем. Потому что сайт производителя, указанный на той же упаковке, попросту не существует. В интернете большое количество противоречивых отзывов и обзоров. Многие отзываются об этом накопителе не очень тепло. Так как он недолговечен. А также имеет большое количество брака. Объективно сказать сколько проработает данный SSD я не могу. Но в любом случае я брал его в магазине, который дает гарантию по заверениям производителя. То есть 3 года. Поэтому в данном случае мы застрахованы и всегда сможем его вернуть обратно по гарантии. И улучшить свое материальное положение за счет возврата затраченных средств. Ну а вот затраченное время и потерянные файлы мы вернуть не сможем. Ну а теперь посмотрите на тесты в Crystal Disk Mark. Первый тест производился с параметрами 5 циклов на 1 гибибайт. Гибибайт это единица измерения информации, которая имеет объем чуть больше чем гигабайт. Второй тест реализован с параметрами 1 цикл на 32 гибибайта. Как видите здесь показатели заявленные упали. Третий тест производился с установленной на накопители операционной системой. Также предлагаю рассмотреть вам результаты тестов в Crystal Disk Mark с одинаковыми параметрами на разных SSD накопителях, которые находятся в одной ценовой категории. И исходя из этого я сделал вывод, что лучше приобрести себе Kingston A400 на 120 гигабайт. Тем более Radeon был замечен в сильном нагреве даже при тестировании. И отсюда я сделал вывод, что ему желательно иметь металлический корпус для более лучшего отвода тепла. Ну и на этом я хочу закончить с обзором. Мне до сих пор непонятно, почему магазины позиционируют данный SSD как AMD Radeon. Если вдруг у вас имеется информация о производителе данного SSD, буду рад видеть ссылки на официальный источник информации в комментариях. Ну а дальнейшую судьбу данного SSD мы выясним очень скоро. У меня есть несколько вариантов, куда его можно определить. Например, у меня есть завалявшийся ноутбук Lenovo. А также совсем недавно мне подогнали очень старый и убитый системный блок. Я еще не смотрел даже, что там внутри и что там неисправно. Но по предварительной информации знаем, что там скорее всего умер жесткий диск. Так что в следующем ролике мы разберемся с этим бесплатным компьютером. А также я думаю, что определим туда SSD для работы. Ну и на этом я хочу закончить. Обязательно оставляйте свои комментарии. Следите за моими роликами, у меня еще много идей. Обязательно подписывайтесь на канал, кто это еще не сделал. Всем спасибо за внимание, всего вам доброго.